Всем огромный привет! Сегодня будет домашний влог. Мы сейчас собираемся быстренько с Дениской в больницу. Нужно сходить к неврологу, и я вообще чуть ли не проспала всё это дело. Если бы Денис не начал кряхтеть, я бы просто-напросто проспала всё это. Поэтому я быстро-быстро собралась, быстро помыла голову. Хотела сегодня сделать макияж такой поинтереснее, так как видео планировала снять. Но, как видите, просто самое обыкновенное это ресницы, брови и тон. Всё, больше ни на что мне времени не хватило. Будем сейчас... Я себя уже собрала. Давайте покажу, в чём я сегодня буду. Это кофта из Остин. Кстати, надо снять мне видео о покупках одежды. Покупала я ещё, будучи беременной её. И залезу в свои джинсы. Конечно, они в области бёдер, попы, так обтягивающие. Но, в общем-то, они на мне застегнулись. И я уже их не раз одевала. Они хорошо-таки встречивые, что тянутся хорошо. Вот так вот выглядит, кстати, мой живот. Это после полтора месяца... Ну, после родов. И я ничего не делаю, никаких упражнений, так как мне нельзя. Да, кесарево сечение. Последствия, что нельзя ничем заниматься. Наверное, месяца 4 точно, по крайней мере, пресс напрягать. И вообще, когда в области шваток поднажимаешь, то я чувствую немножко неприятно. Чувствуется больновато. Поэтому пресс уж тем более качать нельзя. Итак, пойду я Дениску собирать. Я ему уже там приготовила. У нас тут даже кровать не успела заправить. Бардак. Вот сейчас его одену во всё это и побежим. Идём мы с моим куклёнышем. В общем, я не на коляске. Так как у меня тут минут 5 ходьбы где-то примерно. На улице хорошая погода, но у меня глаза слезятся что-то. Надеюсь, что у меня ещё не потёкло. Пока такая хорошая погода, я снутришу водить. Всё, сейчас уже почти пришли. Прошли мы, в общем, невролога. Сказали, что всё хорошо. Я переживала, что будет кривоше. Кривошея, потому что в роддоме нам об этом говорили. Но невролог сказал, что всё в порядке. Поэтому я очень рада. Сейчас к родителям приехала. Благо, остановка рядом, прям с больницей. Вот, села. Приехала до родителей. Папа меня повозит. Мне ещё сегодня в МФЦ надо съездить. Оформить материнский капитал. Документы отдать. И Алисе там ещё кое-какие выплаты. Вот, всё, подхожу к подъезду. В МФЦ у меня талон на 12 часов. Пока время есть, сочетаю приятно с полезным, пообедала. И вот сейчас пью чай с вот такой вот коровкой. Это моя кружка здесь у родителей. И вот с такими печенюшками. Печенюшки идут с корицей и с изюмом. И с яблоком, насколько я помню. Вот, вкусные печенюшки. Очень жаль, что мне нельзя чего-нибудь шоколадненького. Так как у мамы всегда стоит корзинка со всякими вкусняшками. Покупает она их в основном для Алис, конечно. Но я тоже любила раньше туда заглянуть. Сейчас мне этого нельзя. Так как у Дениски диатез. И мы с этим боремся. Я уже не знаю, от чего эта аллергия может быть у него. Ну, как педиатр сказал, что это как аллергия. Выписывала нам Зиртек. Сказала, за 3 дня приема все пройдет. Но у нас ничего не прошло. Поэтому я залезла в интернет. И мы сами себе прописываем. Вот. И нашла в отзывах, что энтеросгель принимают. Выписываю тоже при диатезе деткам. И хорошо помогает мамочке. Там много отзывов хороших было, что быстро помогает он. Поэтому я послала мужа купить его. И, в общем-то, третий день мы принимаем. Действительно, диатез у нас краснота, по крайней мере, спала. Я ему и чередой щечки обрабатывала. И бипонтеном постоянно тоже мажу. Чтобы ничего, корки никаких не было. В принципе, по-путу вроде как все нормально у нас. Более-менее нормализовывается с этим. Но я надеюсь, что и пройдет все. На себя грешить или на смесь не знаю. Так как смесь я ему даю, которую он пил в роддоме. И в роддоме у нас никакой реакции не было. Думаю, все-таки что-то из моего молока поступает. Хотя я уже от всякой сладости отказалась. Хотя я, в принципе, шоколад, шоколадного такого ни на что не налегала. Может, одну конфетку там себе позволяла от силы. Но сейчас я такого не позволяю. И до смешного. Вчера мужу говорю, купи мне... Сначала по телефону говорила, купи мне пряников, только не шоколадных. Потом он домой заезжал. Я ему тоже напомнила о том, что мне надо купить пряники, только не шоколадные. Что вы думаете? Ну, конечно же, Антоха купил мне именно шоколадные пряники. И когда я его спрашивала, почему вы так долго ездили, он говорит, ну так мы специально искали тебе эти шоколадные пряники с Алиска, когда он ее забрал после садика. Ну, наверное, сейчас буду собираться, потому что папа ушел за машиной. И сейчас поедем. Я, как всегда, собраться же нормально нельзя. Документы кое-какие дома забыла. Сейчас заедем ко мне домой. Я забегу, документы заберу. И поедем уже в центр. Приехали мы, в общем-то, наконец-то домой. Пробыла я в МФЦ где-то, наверное, полтора часа. Писала заявление, два заявления, документы сдавала. Одно на получение материнского капитала, сертификата, а другое на то, что оттуда можно выцепить 25 тысяч наличными. И позвонили мне. У меня телефон на беззвуки всегда сейчас стоит, поэтому до меня сложновато дозвониться. И написали смс-ку, что в заявлении на 25 тысяч допущена ошибка, и нужно приехать исправить ее. Вот. И пришлось мне... Мы уже покушали. Вернее, Дениска поел. Я переоделась, так как прошлую кофту. Вся в молоке у меня после такого длительного перерыва в кормлении. И вот ждем папу, когда он приедет вновь за нами, свозит нас опять туда, чтобы переписать заявление. В общем, все гладенько, почему-то не получается, чтобы случилось. Ну, Дениска, не нервничай, не нервничай Дениса. Хотела отметить, что на мероприятия такие, как поход в больницу, очень удобно одевать ребенку такие комбинезончики трикотажные под теплый костюм, что все расстегнул, и ребенок уже голенький, так как там договор ребенка раздевать надо на осмотр. Штаны это и рубашка какая-то, это такая суматоха, и слишком много действий на самом деле. Ребенок нервничает же, когда его тем более будешь, после того, как придешь в больницу. Вот, уже надоело Денису одному лежать. Скажи, на ручки мне берите срочно, срочно на ручки. Вообще, ручной такой пацан, ужас какой-то. Да, Дениса? Да, Дениса? Вот. А муж у меня попросил, чтобы я Дениску не показывала, поэтому, в принципе, я особо-то и не собиралась его показывать. Вот, поэтому показывать я его не буду. Так, будет на заднем плане мелькать иногда. Да, Дениска? Еще и у родителей сегодня взвешивалось, и стабильно у меня 57 килограмм остается. Как с роддома я вышла, взвешивалась у них 57. И сейчас также 57. Не уменьшается у меня вес почему-то пока. Хотя, ну, в принципе, я никаких, как говорила, физических нагрузок себе не делаю, кроме как ребенок. И, потому что мне нельзя. И в плане диеты я, ну, конечно, ограничиваюсь в сладком. Ну, все равно покушать люблю. И, не знаю, жор такой бывает иногда. Может быть, из-за того, что кормишь грудью, постоянно хочется что-нибудь заточить. И я стараюсь заменять это яблоками. Снежок я пью, числомолочку, потому что молоко я не люблю. И, в принципе, все. Больше мне заменить нечем. В основном яблоки, конечно. Ну вот, опять-таки мы дома. Я уже сняла видео про фикс прайс. Губы намазюнькала. Хотя бы губы поярче. Дениска вообще ни в какую не хочет лежать один. Это просто капец какой-то. Вянь говорит, вот сытый мальчик вроде бы. Ну, что тебе надо? Ну, полежи немножечко. Ну, нет, вот ни в какую. Просто не хочет. Да? Ага. Вот, подтверждает мои слова. Хотела показать гель, который, про который я говорила вам. Наверное, переведу тогда камеру. Покажу покрупнее, который более-менее помогает нам от диатеза. Гель стоит 430 рублей. У нас, по крайней мере, в городе недешево. И у него вот такие показания. То есть, это при отравлениях, инфекциях и вот при аллергии. То, что диатез тоже как аллергия считается. И можно и беременным, и при лактации, и деткам с рождения давать. В общем-то, очень хорошие отзывы на этот гель. Туба такая большая, 225 миллилитров здесь идет. Сейчас покажу, как выглядит. И гель этот очень хорошо разводится. Я Дениске в бутылочку наливаю водички немножко. Потом даю гель на чайную ложечку, 1 треть чайной ложки на прием. Туда гель добавляю, он хорошо расходится. И чуть-чуть немножко смеси туда, чтобы ему приятнее пилось все это дело. Ого, ого. У нас осу. Ни в какую мне Дениска соску не хочет сосать. Он ее так немножко чмок-чмок и выплевывает. И еще смазываем щечки бипонтеном, тоже хорошо помогает. Хорошая мазька, могу прям пятерочку поставить. На этом я буду с вами прощаться. Дениска что-то совсем развередничался, не хочет лежать ни в какую один. Конечно, не совсем, наверное, домашний влог получился. Так и бегали по делам тоже с ним. На этом буду с вами прощаться. Надеюсь, проведенное время с нами было вам интересно, не заскучали. Ну и всем до скорых встреч, как обычно. Пока-пока.